Доброе утро! До того Донецька еще 500 км, а в Англии всі воюють. Ну, это правильно, потому что, если мы будем воювать за Донецк, то нам не доведется воювать за Киев. Ну, а если мы будем воювать за Киев, то не доведется воювать за Терново. Отже, по-перше, сразу начнем с того, что мы хотим перед вами, потому что мы должны у вас быть на начале грудня. У нас там в Терново-календаре есть план. Ну, вы понимаете, на начале грудня были у всех других планов. Мы объехали за этой книжкой почти всю Украину. Крин, Донбасс, Тернополь и Украина. Ну, то есть, как раз там вы сейчас сделали проблемы. Донецк, Лугас, Симферополь и Тернополь-Урган. Мы берем, чтобы у вас не было проблем. Потому что там угорцы уже начали, я так понимаю, что там один в Европарламенте заявил. Внуков, мы тут. Отже, будем говорить про незвичную для нас работу, про работу не суто литературную, про работу на межі истории литературы, мальованную историю независимости Украины. Все началось, как у Маяковского. Крошка-синка Цу прийшла и сказала Кроха, «Тато, я складаю в ДНО с историей». У меня, каже, лиха, я складаю в ДНО с историей. Он говорит, «Майк, я же тут лиха». Как это все запамятать? Проская деталь. Мы не знайшли, что рассказать о детине, потому что мы учили украинскую историю за старшее поколение Павлетаев, подручником ганебным истории Украинской ССР, который был один на всю школу выдавался. И его там два раза на рік надо было доставать, звидко, не відомо, звидко. И у нас заявок про историю Украины, ну, никак, скажи, никакой. А в течение, как у всех. Потому что мы раптом засунули для себя, что украинцы уявляют историю Украины за вместом Гоманця. Сейчас попробуем с вами сделать. Значит, первое, кого мы знаем, это... Ой, одной гривни нет. Одной гривни нет. Одной гривни это Володимир, так? Две гривни, Ярослав. Потом перерва. И Богдан, там сразу Гетьманы пошли, так? Гетьман, Богдан, Мазепа. Потом закончилась государственность у нас, и пошла культурка. Франко и так далее. Ну, Грушевский, он хотя бы там и был начальником, но он там, скорее всего, как и историк. Тобто провали, фрагментарность, отсутность якої единая стрижня, единая пружина, на которой все это можно налезать. А это означает, что неможливо переказать и неможливо запамятать. Потому что отсутность логики завжди заважает прийняти материал. Ну, от же, мы не смогли допомогти сыну. А это сорок для этого батька, не допомогти сыну. И нам стало сорок, и мы сказали, что мы должны покутать эту правильную. И, соответственно, взялись до работы. Мы решили, что, поскольку первым автором подружника из истории Украины был такой собий Пантелеймон Куліш, который был письменником, то он нам фактически дав зозвіл лезть в историческую справу, потому что он своим авторитетом нас захистит. То есть будь-який историк скажет, а мы скажем, старший, да, приспал. От же, мы сказали себе, наша задача написать историю, такую, как она есть. Мы всю историю приблизно так уявляемо собі. Була Русь, потом Батриймон Киев, и с того часу украинцы маются, шукают свою долю, маются бездержавностью. До 91-го року, поки Кравчук в Картишке, в Бележской пуще, виграв нам страну. Вона, незалежность нам впала с неба, мы за ней кров не проливали, дальше мы все знаем. Мы дотримались точно такой думки, но мы себе сказали, друзья, существует в мире нация, и очень впливована, тоже бездержавна. У них державность закончилась, когда они вышли из Египта, может даже раньше, а может немного позднее, на их истории мы как раз не хахивали. И ничего, это им не заважает быть очень впливована нацией. Ну и что же у нас не было державы? Но мы ее завжди прагнули, мы за ней боролись, давайте про это я напишу книжку. Дуже просто все. Ну и мы все воним за материалы, и вы знаете, у нас ничего не вышло из этого задума. Из одной простой причины, что, известно говоря, украинцы завжди мали власную державность. И вот нахабнейшее, что в цих книгах есть, это истории Украины на одной стороне. Это, власне, хроника державности Украины. Все эти державы, вот это аж три по три державы, бачите, было. А так, чтобы жодно и жодно... Это хронологично вот так вот. Это от Кемерийского царства до 91-го года. Поэтому, если было параллельно три державы, то мы так и мальюем три параллельно. Они между собой периодически воювали, как все порядные державы. Они морилися, сварилися... И тут только, власне, украинские державы. Ну, например, если была Австро-Угорская империя, здесь нет Австро-Угорской империи. Но если в основе Австро-Угорской империи было Королевство Галичини и Володимирии, то оно тут есть. Если был Советский Союз, здесь нет Советского Союза. Если в основе Советского Союза на правах какой-то автономии была Украинская СРС, она тут есть. Ну, вот такой принцип. Так вот, эти государства были разного ступени самостоятельности, как вы уже видите, потому что Украинская РСР при всей повазе до Конституции Радянского Союза все-таки не была независимой государственной, но, тем не менее, автономной, напевнезалежной, полностью независимой государственной государственной украинцев всегда была, всегда. Поэтому мы отклали свои задумы в пик и сказали, а раз мы намалювали такую картинку, значит, давайте мы напишем историю вот этой картинки, историю украинской независимости. Это и будет сюжет. Вот, власне, это пружина сюжета. И, до речи, мы отримали, тому книжку, до речи, називали историю независимости Украины, но нам историки говорят, нет, требовало бы все державности. Як бы мы назвали державность, то это куклыли бы хиба студенты, потому что оно очень пахнет каким-то, ну, принаймні, не для молодых и непопулярных. Поэтому мы нахабно назвали историю независимости Украины и сделали это основной пружиной сюжета, отримавши додатковый бонус. А бонус який? Цей сюжет позволяет выбрать факты, не все пхать туди факти, а только те факты, которые суттєво впливали на независимость, формули, руйнували, но працювали. И этим критериям мы заверяли факты и выбирали факты для того, чтобы это не был Грушевский. Нет, мы не против Грушевского, просто это не популярный стиль, они очень важные. Мы хотели сделать книжку простую, почему? Потому что есть в науке такие прислые, что, если бы ты не был профессор, если бы ты за 5 минут не можешь объяснить о прибирании, чем ты занимаешься, то ты сам знаешь, чем занимаешься. Так вот это за 5 минут. Результат, вот вы видите, завдяки этому критерию, это вся история Украины. 80-80-80-80-80-80. Від Трипильцев до 91-го року. Чому цей період, ну чому, насправді, від Трипильцев, а від перших поселений в Украине людей до 91-го року, чому від нуля зрозуміли, чому до 91-го року ви уже чітко розумієте зараз. Так? Бо історія нам даёт такі фортеляши, ми ще з вами довго будем це потім усвідомлювати. Тому ми обмежились 91-м роком як датою, коли Україна стала незалежною державою в сучасному розумінні цього року. И, власне кажучи, когда у нас появилась концепция, когда у нас появилась основная пружина сюжета, мы уже сказали, о, теперь мы как литератори можем писать. И как, не только литератори, а и как литератори тоже, и как видавцы, мы замислилися, а кто будет читачем. Потому что мы працюем предметами, завжди хоть мы, я видит читача, кто это будет читать. Мы зрозуміли, что это будет молодое поколение, даже если батьки купуют для детей, батьки прочитают. А у нас поживачи будут все равно, это новое поколение, молодое, незнакомое, и стали думать, а чем же оно будет отличаться от нас. Не дійшло цікавого висновка. Старшее поколение звикло, когда что-то цікавое, перевернуть в сторону. То есть, даже в латинском языке, где-то перевернуть в сторону. Молодое поколение клацает мишкой или скровицу. И это принциповая разница. Мало того, кто сегодня сидит в компьютере, с меня сразу погодится. Абсолютно большая сайта, вы даже не заходите дальше першого экрана. Глянув, для цикава пішов дальше. То есть, сегодня молодая человек принимает информацию целиком картинкой. В то время, как мы по словам все равно дали. Кроме того, современная информация очень визуализирована. Будь-який, даже если вы в текстуальном сайте сидите, обязательно у вас какие-то банеры замуждают. То есть, очи у вас всегда намного нравится выбрать. Вся информация визуализирована и это привлекает до совсем другого восприятия информации через визуализацию. И мы соби сказали, а, значит, мы книжку будем делать. Первое, визуализирована и появилось слово «мальована история незалежности Украины». И второе, мы сделаем книжку, в которой не нужно гордаться стрянки. И мы сделали книжку, в которой не нужно гордаться стрянки, потому что каждой эпосе, каждому периоду присвящен один разворот. Наступный разворот – это уже наступная эпоха. Все, что вы хотите знать про эту эпоху, вмешивается на этом развороте. То есть, мы получили книгу на 37 разворотов, 37 периодов в истории Украины. Переодизация наша. Переодизация приблизительно совпадает с государствами, которые были на первой странице «мальована». Почему приблизительно? Потому что не завтра можно четко противоприятия кордону. Ну и три лініи государственности, они все-таки додают. Как влаштованы эти экраны, эти развороты? Эти развороты влаштованы абсолютно стандартно. Правило нижнего кутка. У вас расположена мапа тодейшой Украины. Мапа всегда в одном масштабе и всегда на одном томозаговом месте. Для чего? Ну, первое за все утилитарно. То есть, вы открываете первую страницу, находите там рідный Тернополь или Бережани, берете шило или цвяк, протикаете до конца. И знаете, дальше гортачи страницы, знаете, что за гуньев у вас было, что за сарматов, что за половец наполовцев, что за кого было. Другое. На каждой мапе обовязково позначены кордоны сучасної Украины. И вы всегда сможете уявить, как на территории сучасної Украины все эти государственные создания формировались, как они глубочились вокруг, как они взливались, разрастались. И сделать визуальный визуал, главное внутреннее переконание. Берите стильцы. Есть еще два стильцы, можно их взяти. Потому что мы все равно сидите не будем. А вы берете, дайте там... Проходите, вернайте. Визуал. Вы сможете сделать визуал, почему наша территория самая такая, как она есть в 21.1. И зрозумите, что это закономерно. И отримаете за разом уверенность, что ни где Крым от нас не делится. Ни где Донбас с Луганским от нас не делится. Мало, то я вам скажу страшную речь. И Кубань, где от нас не делится. Потому что территория Украины формовалась не завдяки воле Грущева, Сталіна, Катерины, а завдяки историческим процессам, которым тысячи лет. И поэтому сучасно сформована территория Украины – это результат исторического процесса. И это может быть в этом можно перекрати. Право в том, что мы, как литераторы, прекрасно знаем, что ответственность за исторический взгляд в сообществе есть литераторы, а не историки. Потому что после того, как молодое поколение поделилось 300 спартанцев, их уже ни за что не перекинуть, что все было совсем не так. Вот они увидели это дело, так же, как мы в юносе прочитали «Три мушкетеры», и зипсували полностью собі исторический взгляд в истории Европы. Мы уже понимали, что Мазариния и Решилья – это не дай Бог, а вот так. Почему? Потому что подкрепленная эмоция и знания перетворяется на «переконание». А «переконание» является опорой святоглядной. Информация не является опорой святоглядной, только «переконание». И мы работаем с «переконаниями», а для этого мы даем визуальные и эмоциональные аргументы. Так вот, эмоциональным одним из аргументов есть те, что расположено в левом верхнем куте. Это герой. Главный герой эпохи. Мы знаем прекрасно, что без главного героя не было периода. Ну, например, с кем ассоциируется у вас Руссия? А между Россией и Казахстаной, про всяких випадок 400 лет, с кем они у вас ассоциируются персонально? Ну, может, у вас там с Донилом Галлийским, но это же с Галлижки Руссии. Когда нет героя яскравого, у нас период пропадает. И поэтому на улице, если вы спросите про великое князьство Литовское и Русское, вам скажут, что на купюрах нет. Где Ольгер на купюрах? Где Любард? Нет. А значит, не было. И поэтому мы сказали себе, что герой будет, и визуальный образ будет. И у нас есть на каждый период не выгодный, а реальный герой того времени. Ну, в данном случае это идет про оборону от Монголии спільную. Русь с полосами объединялась в борьбу против Орды. И то, как керевником Союза, был Юрий Кончакович, Коловецкий князь. И он главный герой, потому что он командовал Союзом обороны. Ну и так далее. То есть, когда мы поставили себе вопрос, кто нам намалюет всех этих героев, потому что мы понимаем, что до нас какие-то портреты Хмельницкого даже дойали. Но, извините, до нас не пришло никакого портрета. Ни отилы, ни, насправді, ну, про скофе взагалі, о ней не будем говорить. Даже сарматов, никакого портрета. Даже Данила Галуського, он, кажется, только на паспорт фотокартка, такая с кутком есть. Все, ничего серьезного разрешения ничего не может. Поэтому мы вернулися до молодого, початковичного художника, который, вообще, был музыкантом, но на дозволье что-то малювать. Назовался он Юрко Журавель, и сейчас он так называется. Мы ему позвонили, сказали, Юрко, намалюй нам портрет. У тебя очень интересный стиль. И он начал рисовать для нашей истории портреты. Ему это очень понравилось. Чем это закончилось, вы знаете. Это сегодня главный художник Майдана. И все, и шаржи, и карикатури, и трагичные, и драматичные твори, и «Невесна сотня», и все это. Он сегодня малюет. А на самом деле старт, мы ему тогда дали, и он, в очень короткий период, намалював много портретов. И у него поперло. Потом он стал малювать Добкина. Но начали все добре. Начали с Тараса Шевченко, Лисе, Украинка, Ольга Горькова. Три тижні тому був в Киеві концерт у нас в дубнику актора. И мы в вечері приходим на концерт. И бачим, что наша афиша висит. А поруч висит афиша. Концерт присвячений 200-річчю Шевченко. Афиша. Сверху портрет Шевченко роботи Юрка Журавля. Снизу небесна сотня роботи Юрка Журавля. И дата, когда иде, цена квитка. Все, крапка. Тобто люди не заморачиваются, берут Шевченко Журавля, берут его работы и, поскольку Юркова хлопец добрий, всем все позволяет, то стает символом автоматично. Ну, он не всех намалював, но главных. Чи он не всех намалював, потому что они дисциплинованы. Ну, как все творчие люди. Ну, правда. Нам доводилось просто физично на него погроживать. Погроживать. У нас двоят и один, ну и так далее. Все знают и приколы. Намалював он, но он намалював главных. По-перше, он намалював тех, кого он любит. Шевченко, Лесю, Сковороду, Мазепу. А по-друге, он намалював тех, кого никто не видел. Данила, Галеська, Тилу, принцессу Амагу, Сармацьку и так далее. Решту мы познакомили. И тут есть истеричные портреты, и есть реконструкции, або монументальные шаржи журавля, в котором в Тиле он инстинцировал. Третий обовязковый элемент на каждом разговоре – это комиксы. То есть короткие истории. Скажем честно, когда мы думали историю, мы думали, что всю историю сделать в виде комиксов. Как Далого Пак, такая вот книжка, только про историю. Но потом мы подумали, что насправді, украинский читатель не привченный читать долгие комиксы. То есть он хочет або текста, або иллюстрации, ну в крайнем разе короткие истории в силе Соняшних, там малятка, знаете, на 4-6 кадров. Мы до таких комиксов звикли и сами, маленьких, микрокомиксов, а до таких комиксов мы не звикли. И мы решили, что нужно враховывать интересы читателя, и сделали комиксы в виде иллюстрации. Это такие соби гифки, как алгоритисы сучасной мовы, такие, какие трошки рухаются, трошки разважают. И они иллюструют интересные моменты, интересные микросюжеты этих часов. Но они тоже служат для эмоционального закрепления, то есть они функциональны, потому что они або типовыми историей того времени, або легендами, або фактами, выкладами в виде 5 картинок. Мы вообще требовали дивную квалификацию. Мы теперь можем любую историю размалювать на сценарии на 5 картинок. Ну и идемо зараз до того, чтобы всю историю Украины размалювать на 5 картинок, мне это страшно. Хотя насправді мы открываем древнице, как бы не революция, точнее так, не могу сказать, как бы не революция, да, революция, слава Богу, есть и все. Но у нас был план на весну уже запустить мультик на 10 хвилин, компьютерный мультик про историю Украины на 10 хвилин. Мы написали сценарий всей истории Украины на 10 хвилин. То есть, чтобы даже зеленый человек понял, где он потратил. А все это благодаря тому, что у нас есть сюжет, у нас есть критерий, мы можем связанно это с этим, насправді, випласти. Потом детали, всякие дребницы, каждый может объяснить для себя. Если он понимает конву, это вступное слово, дальше можно читать товститом Грушевского. И треба читать, и Грушевского, и всех историков, которые бывают. И диссертации, и первые джерела, так как это делали мы. Но сделать начальную инъекцию цикавости до истории можно помогать этой книге. Ну и вы не поверите, но тут еще и текст. Его не много. Если честно, на такой странице, где мапа велика, тут 3100 знаков с пробелем. Ну и вот себе, например, Русь. Росквит Руси на 3100 знаков. И территориально, и христианство, и Ярославов Академии, и Нестерев Литопис. И все это, все это нужно вкладывать в 3100 знаков. Потому что наступным уже идет Половецкий союз Руси и Половцы. Так? И так далее. Это очень сложная работа, литературная. Но при том, что текст должен быть художным. Вот это не... Тут, видите, нет никакого графика, нет никакой хронологической таблицы. Да, за шума хронологических таблиц, за что нам окремо дякали школярі. Потому что хронологическую таблицю не зрозуміти, не запамятати неможливо. А тут все вкладено в литературном стиле, тому ми вважаємо, что это книжка художня. И еще один нюанс. В цей книжке нема жодної нашої оцінки, жодної нашої вигадки. Мы сразу поставили собі мету. Это не будет история от братов Капрановых. Мы не историки. Мы литераторы. Это будет история от украинских историков. Но обработана так, чтобы ее можно было читать. Тому, мало того, что мы ничего не вигадали, брали только те факты, которые исторично и наукою вважаются беззаперечными. И все историки с ними согласны. Мы еще запросили очень важных людей в рецензенти, в консультанти. И, например, Петро Кролюк, это профессор, доктор наук, проректор Австроевской академии, фахивец как раз из Великого Князиста Лутоцкого и Пізної Руси. Это Володимир Вятрович, 20-летний, что он рассказывает про него. Это Сергей Грабовский, 18-19-летний, это Александр Полий, Казаччина. Это достаточно известного и качественного гетонку фахивцы. И они нам, когда мы забрехали, они нас остановили. Мы давали им текст на рецензирование. То есть, с первыми джерелами работали мы, изучали историю мы сами. Но они выступали у нас критиками, держприемки, короче говоря, все факты тут выкладывали, переверены на наивысшем сучасном... Это Крым обдургивок, как так сказать. Серьезно, тут фактология вся без брехни. Наверное, у нас была одна рецензер, которая в результате заборонила загадывать свое имя в связи с этой книжкой. Но она сделала очень полезную работу. Она таких советских, скажем так, на историю трошки. И поэтому она все это дело разбомбила. И нам довелося, она очень грунтовно, фактологично нас бомбила. И нам довелося або сгодиться с ее трактовкой, або довести, что было не так. Ну, например, она сама працюет в Киевомогилянской академии, и мы написали, что такого-то року Киевомогилянская академия была закрыта. Она перекреслюет и пишет, что было перепрофильовано, как это называется, реформовано и створено на ее основе інший навчальный закон. Ну, удалось бы, для дитячей книжки. Сутливо это или не сутливо? Это сутливо, это очень сутливо, потому что идет про спадковость и идет про знищение або не знищение традиции украинской области. И поэтому мы провели пошук, нашли диссертацию, захищенную в Киевомогилянской академии, докторскую, темой которой была закрыта Киевомогилянская академия, или реформована. И диссертант, то есть уже доктор Ног, довел, что она такая была закрыта. И на этой основе мы честно написали закрыта и выкинули эту правку очень важного профессора. Вот это, ну, как сказать, складная работа, вы видите себе в такой книге, то есть мы доходили до монографии, до диссертации. И это очень важно, потому что... Другая история была с Кармалюком, когда мы написали «Повстанский войнник Кармалюка», она выкрасила, сказала, что он был шляхетным разбойником, как Робин Гуд. Багатый забирал, бийным давал. Мы написали диссертацию в Львовском университете, захищенную по Кармалюку, где докладно разбираются его деятельности. И, к примеру, знали факт, что по справах судових против Кармалюка, увага, проходило 20 тысяч фигурантов. 20 тысяч фигурантов? Шляхетный разбойник? Я напомню, что дивизия – это от 10 до 14, а командная дивизия – 1000, а командная дивизия – генерал. Ну окей, у него не было в один час 10-13 тысяч, но, пробачивай, это никак не шляхетный разбойник. Ну и 23 лет воювали с империем. Взагалі, вы знаете, если заглиблютись в эту фактологию, как мы что там расшукували, это можно говорить долго, но нам довелося, кроме конструкции, мы вам рассказали конструкцию этой книжки, нам довелося еще сшивати историю, потому что, на жаль, в популярной сведомости украинская история территориально размежена. Права в том, что Украина уникальна страна, что она стоит на меже Лісостепа и Великого Степа. У нас половина территории – это Лісостеп, это Захид и Певний Штаг, а Певденний Схід – это Степа. Абсолютно разные культури, разные цивилизації. Украина и Казацкая Держава. Украина и Казацкая Держава, и Русь, потому что Украина – это суперцивилизация, которая возникла на меже и при объединении двух видатных цивилизаций Лісостеповой и Степовой. Ну вот эта вот уява, что в Лісостепу жили наши, а там какие-то орки, которые крали наших, ну, как они там назывались, Половцы, Печеніги, Кримские Татари, кто там они и все были, что это орки, которые вы сейчас крали, а наши все хорошие, они как раз выкресят половину Украины. Мы решили, что история Степа заслуговывает на популяризацию, как история, така самая нашего походжения, как и история Лісостепа. И знаете, почему? Потому что мы сами из Степы. Мы за Чакова в Миколаевской области, и батьки наши, мама с Одесской, и батька с Миколаевской, и дяди наши с Миколаевской, с Одесской, и до 7-го Каліна мы знаем род, род, основные гилки, все из этих степей. И мы не совсем понимаем, как это могло называться диким полем, когда там жили наши предки. И мы себе сказали, стоп, если там жили наши предки, диким полем оно называться не может. И мы зацикавились историей Степа, выявляясь, что Степ у нас достаточно изученный, есть историки, которые фахово изучают Степ, ну, и прицах наш, украинский, Плитньова, одна из гуру, они специализуются на Половцях. Почему Половцях? Потому что Половцы были первой, добре описанной качевой культурой. Степовой. И добре описано не в русских джерелах, потому что русских Половцях очень мало описано, потому что, ну, что Половец, вот он, вот он, да? Мы с ним то бьемся, то миримся, то дружим, а что его описываем? Вы сусиди описываете? Описываете то, что никогда не видели. Когда на Половецкие земли, а потом на Рус, пришли монголи, то с монголами пришли арабские летописцы, которые половців никогда не видели. И вот именно из арабских джерел, как это не странно, мы забытаем очень много про Половцев. Почему только из джерел? Потому что Половцы были культурой качевой, а качевые культуры, они очень экологически чистят. Будь-якая осила культура, оставая городище, а главное, смитники. Будь-який археолог скажет, что найти смитник – это диссертация, потому что на смитнику есть все, не нужно никуда ходить. Они на смитник… Замена, в команде княжок замена. И Половцы не отличались ничем, они отличались только тем, что были эти арабские летописцы. Вот Половцы не лишали за собой смитников, только могилы, поэтому мы про них ничего не можем говорить с археологическим шляхом, ну кроме того, что ховали. А вот арабские летописцы, очень интересный взгляд новачка, например, один из них пишет, когда они встретились в первой половине, у меня появилось впечатление, что на встрече нам двигались целые места. Что такое качевики в нашем, как мы и я? На канюбре скака максимум юта. И расчинився. Ничего подобного. Той самый арабский историк описывает вез, а вези цих, на которых они жили, с шатром изверху, Половецкая, умова называлась вежа. Такое Половецкое слово. Как он описывает вежу одного Половецкого ватажка, которого они встретили, значит в эту вежу было запряжено 6 волев. И не так, а так. 6 волев. Вилл – это не кинь. Вилл – это больше на Таврю, похоже, по ширине. Тобто, вот тут 6 волев точно не влезли. Значит, была вежа шире завшишки больше, чем эта зала. Вилл идет с швидкостью 2,5-2 км на годину. Дуже повильно. Степ в наших краях такий, что если от Кривограда мячик закатить, покатить, то он до очага будет бититься без всяких перешков. Потому что абсолютно рівный степ. И воно идет абсолютно рівно, ця вежа. Вилл идет повильно, можно зайти на ходу з вежи, погратися з дитиною, пополювати, догнать, набрати води. А воно идет. Такий спосіб життя, ну фактично, как в хаті, только на колесах. Почему так они жили? Потому что степ не можно орать. Лесостеп лесом захищен, и поэтому, когда ореш, не выдувает чернозем. Масовое орание степу приводит до пустыли. Это довел Никита Сергеевич Крущев на целине. Они распахали целину, через 5 лет это пустыли. Поэтому массовые орные земли степу не возможны. И поэтому хачевики жили худобу. А худобе весь час нужно пасовистка. И поэтому они рухались разом с худобой, повильно, и жили этим. Кроме того полювания, рыбалки и так далее. Найменший хутер, такий пересудний, половецкий, називався половецким словом куринь. И керувани, соответственно, куринь. Это все половецкие слова. Мы их не думали. Деколька хвоюнів, которые качевали на одной территории, чтобы не заважать одни одному, мали узгоджувати маршруты. И они объединялись в организационную структуру, которая называлась половецким словом киш. И керував, кошем, кошеви. Это все половецкие слова. Вы, когда будете смотреть на полосы, не дивитесь. Они намалювали исторически правильно. Они в шароварах, за селексами. Это абсолютно исторически правда. Там ничего не выгодно. Мы не говорим, что казаки пошли от половцов. Мы говорим, что половцы были за селексами, в шароварах, насыпали могили, ставили каменную, ну, казаки хрест. И вот эти слова, все, больше ничего. Но мы говорим, что это правильно. И половцы, соответственно, жили с Русью, как сусід. Все спроби представить половцов врагами базируются на одном документе, слово Аполлку Игореву, где они являются главными врагами цивилизации, потому что они образы выборов Святослава. Треба для справедливости зауваживать, что Игорев Святославович был такой прикордонный рекетир, который то с половцами ходил воювать Русь, то с Русью ходил воювать Половця и на этом заробляли. И, власне говоря, в этот поход мы нашли очень интересное джерело, опис этого самого похода с другой стороны. Это не художник, а литописный опис. В этом описи твердится, что он собрал банду, и пошел в громадь Половця, а Половцы это увидели и втекли. Но оставили им вежу, ежу, и они приехали. И они приехали, а тут такая краса. И они победили. Ну они святкували, что перемогу святкували. Игорев Святославович с Бадунами открыли очи, и они увидели, что они без оружия, а на верхней стаять Половцы и перезаряжают свои луки. Так Игорев Святославович потрапил на базах и в бухле в полон, а в этот момент рида, как плачет Ярослава, как дозволяет, как у них, слезами горе поддает. Такое случается и сейчас. Но не нужно просто их перевелить. Человеки завжди были... Просто надо понимать, что Половцы помогли Ярославу завоевать земли аж до Балтики. И именно благодаря союзу с Половцями Русь расширилась на півночь. Надо понимать, что Русь помогла Половцям в борьбе против монголи. И когда монголи заслали своих венцов на Русь и сказали, что мы только Половцы будем воевать, Русь не будем шипать. Не лезьте. Русь пошла на союз с Половцями. И в союзе с ними боролась. И это была война союзом против загармливых. Очень интересно, еще одна штука. Это уже как литератор по дороге пробовал. Этот Кашовый Половецкий это был главный администратор. Такой атаман. Курин он так и больше родинный. А вот объединение коренев это уже атаман. Коренный. Каши. Кашовый. А с российской мовой так же дошло Кашчиль. Это тоже той сам, та самая фигура. А теперь обратите внимание. Наш Кашовый из российских Кашчиль. Как эмоционально без одной оценки? Да. Деаметрально разные оценки. Тобто Каши еще и без смерти. Так? Чому так? А очень просто. Потому что Москва тогда была, казалось бы, членом спецдружности нации. А тогда это называлось Золота Орда. Она была лусом Золотої Орды. И, соответственно, воювала с всеми врагами. А Половцы, когда пришли в Монголы, не втекли и не сдались. Они, при поразке, продолжили партизанскую борьбу. И поэтому в арабских литобусах Половцы описываются приблизительно, как в радянской истории УПА. Стреляли доблестным монгольским воинам в спину. Значит, нападали с ненаска на мирный монгольский улуз и так далее. Поэтому, представьте себе, до какой хпичинок достали монголы и, соответственно, москалов в Половцы. Половецких повстанцев. Половецких повстанцев, что главный, скажем так, враг – кощи и еще и безсмертный. Тобто, ты его убиваешь, а он снова. Ты его убиваешь, а он снова. Наши с вами предки были… До речи, Половцы таки перемогли. В этой войне 120 лет была партизанская война. И когда они победили, то, выгнавшись Орду, они утворили Кримское ханство под рукою великого князьства Литовского русского. Основником его был Герай Хаджи. И потом, соответственно, Рид Герай вправил Кримским ханством. Это все нащадки Половцы. Половцы очень интересно. Половцы, которые приняли тюркскую культуру и, соответственно, мусульманство, теперь называются кримскими татарами. Половцы, которые приняли тюркскую мову, но христианскую религию, называются теперь Газаузами. И Половцы, которые приняли тюркскую мову и иудаизм, называются теперь Караимами. Вот три гилки Половця, которые остались. Это Певденние Половцы, они назывались раньше Руськие Половцы. Взагалі Половецкие земли на Руси делились на три части. Первая – это Переяславские Половцы. Это на Казахских землях. В Певденние Причорноморья Крим качали Руськие Половцы, Переяславские Половцы. И за Доном качали Дикие Половцы. Так и назывались. Або они называются Кипчаками. А эти назывались Куманами. Если вы встретите Причорное Куманске, то знаете, что это Половец. Мы нашли средь Половцев прекрасного предка. Мы нашли ватажка Половецких повстаний против монгольских. На прозвищу Капаран. Нарешті мы узнали, откуда это слово взялось. И вот сейчас ездили в Украину. И виявляется, наше прозвище збереглося в нерусификованом вигляде. В Запорядье до нас подошла девушка Дарина Капаран. И в Чернигове тоже подошла людина на прозвище Капаран. Так что мы теперь знаем, что это прозвище збереглося и в артистическом Даком Половецком. Отже, снявши антиорганизм из степа и властной столовки, мы точно так и разнялись из Кремских петан. Потому что, если посмотреть, а там и снимать не было что. Если мы с вами сейчас можем это снять. З кем Хмельницкий пирамид под жорстыми водами и громил бляхи? З кем Веговский пирамид под конотопами громил москалит? З кем Петро Дорошенко в союзе, с кем припинив руину и объединял Украину с татарами? З кем Иван Мазепа, а потом Пелепорлик воювальник против Петра? З Кримскими татарами, разом. То есть все самые большие государственные из гетмана им имели твердый союз с Кримскими татарами. А теперь скажи, кто из государственных, не все свои самки про Хвайцкого, а серьезный гетман, кто не имел в союзе с татарами? Все мало, без винятков. Единый, кто не был в союзе с кримскими татарами, сагайдачный, но это было еще до того. Это было еще до того, как вийшло військо Запорізьке на арену как самостоятельное государственное творение. А уже его наступник, дед Михаила Дорошенко, дед Петра Дорошенко, который был гетманом, он уклав первый письмовый договор с Кримом. Відповідно до этого договора, військо Запорізьке, казаки ходили в Крим допомогать татарам повставать против турки. Шесть років, шесть років казаки воювали разом з татарами против турок. Коли повстання зазнало Поразки, дві арди кримсько-татарських переселились на українські землі. Арда – це 40 тисяч людей приблизили. Переселились на українські землі і жили на них. Мало того, українці ходили, казаки захищать Кубань від Калмиків, а Кубань входила до складу. Чому ж ми і кажемо, що Кубань нікуди не дінеться, бо це кримська татарська земля, там жили, це територія кримського ханства. Дуже цікавий факт, хочеться з вами поділитися, ми знайшли перепис населення. Кримське ханство, чим було добре, там були регулярні переписи населення. Кожні 20 років були переписи населення, і обійшли такий турецкий історик Челебі, він власно от кримської частини, без нагайських татар, залишив перепис. Дуже цікаві дані, тому що приблизно 180 тисяч там жило кримських татар, зараз до речі 250, порівняно з 17 століттям все-таки збільшилось їх, слава Богу. Десь 40 тисяч там було інших національностей, вірменів, євреїв, караїмів, кримчаків і так далі. І 900 тисяч, як там написано, козаків. До речі, Челебі відрізняє козаків і русів, це у нього різні нації. Тобто руси у нього там в малий народності входили, а от козаки 900 тисяч. То насправді Крим, власне Крим, територіально був, національним складом був українським, тобто казацьким. 80% населення Хребського ханства складали козаки. А татари керували з ним і зменшиці національних. Саме чому ми впевнені в їх світлому майбутньому? Тому що вони зараз теж меншість там. Їх там 250 тисяч, але досить історичний у них є. Їм дай зачепися, я думаю вони там отруляти ще. Тому ми можемо з вами самі собі пояснити, чому при всьому тому, що в українській літературі історично заведено татар описувати як ворогів номер один, чому ніхто з вас ніколи не зможе сказати одну велику генеральну битву казаків з кримськими татарами. Такого під жовтим водом, під перестечком, під пенадобом. І знаєте чому? Тому що їх не було. Так само як не було в великої битві русів і половців, були постійні конфлікти нормально, але генеральних не було битв. Так само не було ніколи великих битв козаків з кримськими татарами. У цьому є багато доказів, наприклад, якщо ви подивитесь на мапу, то ви подивитесь, де розташована столиця війська Запорізького. Якраз на кордоні з кримським ханством, а то і просто на території кримського ханства. Скажіть будь ласка, якщо я ворог, я там буду розташовувати столицю? Де була столиця Данила Галецького? В Голмі. А де були Монголом? Тому що це були ворогі. А тут зовсім інша ситуація. Тобто Данила навіть в Києві не став робити столицю. Надто близько до Монголів. Швидко спалять. Він цю столицю збудував далеко. А столиця війська Запорізького постійно була на кордоні з кримським ханством. Навіть таке розташування вже само по собі спростовує всі ці міфи. Ну насправді там у нас багато про кримських татар написано. Взагалі, як твердять історики, ми тут не будемо на себе брати зайвого. Але наші рецензенти твердять, що це перша книжка, яка дає історію Крима як частини України. І історію України разом з Кримом. Тобто в Крим у нас щось одно завжди, а Україна щось другое. От ми спробували об'єднати це в кучу і воно з'єдналося. З'єдналося до такого ступеня, що ми для себе зізбудуванням з'ясували, що руїна була одночасно і в Криму і в Україні. Що оці погоденьки Богдана Хмельницького з іслямом гіраєм третім і відповідно з Тугайбеєм як полководцем. Вони до того налякали не тільки москалів і ляхи, вони страшенно налякали порту. І всі пішли однаково що. Саме як москалі і ляхи почали мінняти гетьманів, там того баблом накачали і людьми і поміняли на цього, а ці до того, точно так стало діяти порту. То есть они закидывают, например, одно из героев, троюродного брата, здесь селись Бахчисарай, Веслям-3, закидывают его троюродного брата на Кубань. И он говорит, Бахчисарай перебрал повноважение, дай федерализацию, дай их гаду, они на нас там сидят. И идут на Бахчисарай. Веслям-3 герой тикает на Родос, там тримали этих ханей. Остров Родос был такими дачами для ханей, их не убивали, потому что пригодится наступного раза. Их отправляли на Родос, их почувствовали, агерочки посеяли. Далее двоюродный брат, его садится на Боджатскую городу, под бурой говорит, что эти купанцы захопили столицы, проходят них нет, и где Боджатская Рода, и так далее. И у них ханы стали меняться раз на 2-3 года, точно так, как у нас в этот беспредел. То есть, даже эти синхронные процессы, спалах спального, государственного и потом так называемые руины, это 6-7 лет, которые за нашим числами руина на самом деле занимает, не сто писян. А 6-7 лет, которые называются руины, точно так пережили их Крым пословно. Но яке же наше было удивление, когда мы писали историю 20-го столетия и начали писать первые дисиденты, ну, когда УПА уже преклинила борьбу, начались дисидентские процессы. Первые два дисидентских процесса, которые знаменитые, Левко Григория Шлупьяненко и Григория Гайови в Донецке, Львів в Донецке. Два первых практически синхронных дисидентских процесса. И яке же наше было здимувание, когда мы объяснили, что в тот самый час, одночасно, був кримско-татарский дисидентский процесс в Узбекистане против дисидентской организации кримских татар. То есть, это уже не сбеги. Будь-який разведник скажет, что если больше двух сбегов, это не сбеги. То есть, настолько все это синхронно, что мы понимаем, что тут все не просто. Ну, и еще не было всего кримских у нас штук, мы еще таки не чувствовали братство с кримскими татарами, и мы задавались им вопросом, вот этот значок, что он означает? Сегодня все уже знают, что это кримский герб, плюс это родовый герб Григория, и мы всегда предлагали перевернуть и посмотреть, что воно доверено. Воно тризуб, и это, до речи, нет. Да, но он еще и желтоблокитный. Еще и желтоблокитный. Бо это герб Кримской народной республики, проголошено в 1918 году. Желтоблокитный. До Украинской народной республики. До, да, до. Мы еще бавилися первыми универсалами, а Крим уже в голосе их не залежит. Так вот, еще и желтоблокитный. Но тут випадковость не у нас, правда в том, что тризуб зберегся последовательно, згеральдится только в Криму. Вот на континентальном нам очень хотелось намалювати, и на тих лицерях всюди десь ссунули эти знаки, чтобы они ишли, но ты не будешь брехать. Ну, например, мы там дали тризубы, Русь, потом тризубы дать великому князьевству Литовскому, чтобы спрадковаться. Не было. Нет, в князьевстве, в том числе, что был тризуб на печати, а вот это таки. А на гербах? На гербах не было. А вот это было, но зберегся тризуб в Керчь, в гербе города Керчь, единственное городическое место, где зберегся тризубы в Киевской Руси без посереднего спадкового. Вот это великое мутерах на месте. А если бы не нашел этот камень с Володимиром Трезубом, то он бы там и остался. А так мы его сегодня имеем на гербе. А татары его мают спадково. Понимаете? То есть нам удалось сняти таки великий конфликт между степом и лесостепом и понимаете, что мы с вами таки мецни, что мы стоим двумя ногами на двоих разных и очень мецких велетенских культурах, культурных шарах. Власне, степовому и осилому, или степовому, на Керчьевому або на Керчьевому и осилому, и землеробскому. И именно потому, что мы с вами, как новая культура, народились двоих традиций, именно потому нас разделить ни по Дніпру, ни на Вкасине, как все равно не вдастся. Потому что мы втратимы свою идентичность, не мающих этих самых донецких, на которых мы там сейчас скаржемося, и этих самых, как их сейчас, жилобандерицей. Жилобандерицей. Потому что вы же видите историю нашу. Перетягивают нас поляки, бунтуются степ. Перетягивают москалі, бунтуются лесостеп. И вот сегодня все коливания происходят швидше, а может потому, что мы с вами живем теперь и помечаем каждый год, потому что в истории один год ничего не важен. А в нашем с вами житті за год можно пережить революцию, войну, и три раза мир, и четыре раза войну, и протягом месяца. Но в истории это хвилю, и мы видим, что эти коливания постоянно были. И именно поэтому мы с вами вижили, попри то, что нас всегда убивали. И в 20-м столетии, и в 19-м, и в 18-м, украинцам было бы всегда грех. Украинцам было бы всегда зло. И украина значит зло, что это было бы всегда. Но именно поэтому мы и вижили, потому что мы продуктом объединения двух велетенских цивилизаций. Цивилизации степовой и цивилизации лесостеповой. И еще интересный спадок мы отримали от этих цивилизаций. Справа в том, что степова цивилизация, вона демократична была от народжения. Оскільки для степовиков військовая здобачь и взагалі військовая справа, это была такая самая степля дохода, как грильництво для землеробин, то их керильництво завжди, вот сами Кашови, это был завжди воинный начальник. А если начальство будет передаваться в спадок професійный, то этот киш очень быстро выйдет на Нівец. И поэтому військовая демократия, которая была у Качевиков, дісталася нам в спадок, как внутреннее переконание, лучше демократичное святогляд. Вот почему украинцы завжди бунтуются и спокойно дают всем империям, и Польшу Республику развалили, и Царскую Россию развалили, и Советский Союз развалили, и, дай Боже, Евросоюз развалили. Ну то-то... Они еще не знают, они еще нас плохо знают. Почему? Потому что у нас вот этот типовый дух первинного демократического переконания есть. Потому что среди этих стран не было жоднои приватной страны, где бы монопольное право на владу мав кто-то один. Была империя Габсбург, знаете, абсолютно приватная страна, родинная. Мы говорим, что уже про маленькое королевство, которыми Европа вся была была полна. В Украине были люди, которые пытались створить персонально свою страну, такие как Вашневецкий, Хмельницкий, Богдан, пытались даже в спадок передать. И чем это закончилось? Ничего. Потому что в Украине это не возможно. В принципе. А знаете почему? Мы знали, что Януковича мы завалим так или иначе, и ничего у него не выйдет. Мы тут ни до чего. История. Он хотел приватной страны, и жодно раз это не сдалось. Ну что тут, правда, удастся? Правда в том, что мы для себя сделали открытки. Мы понимали, что правильная демократия – это не умение народа выбирать себе владу, а умение ее снимать. Вот умеемо снимать владу – это демократия. Потому что когда их выбирают, вы думаете, князь имени обещали покращение уже сегодня. Думаете, не давали гречку. А почитайте в литописах, как гетьмани подкупали Казахскую Раду. Как Мазепа став гетьманом? Все же знаем, через хабаря. Он позичил одного лоха. Его свой конкурент. Так. И потом ему витали, и честно став гетьманом. Но, до черта, он стал хорошим гетьманом. Так? Потому что он при владе был более 20 лет. И скинули его, власне, на политическом и международном конфликте. А Брюховецкого резервали на частини просто. Потому что, ну пардон, ты задолбал. И вот это умение снимать их, это и есть то, почему мы сейчас учимся. И, значит, задача сейчас сняти наступного. Кто там будет? Порошенко? Чи кто там? Чи ты Машенко? Для начала Торчинова. Да. Тобто, мы сейчас с вами через кровь, через слезы, учимся их снимать. И если мы с вами сьогодни сбудуемо державу так, чтобы снять людей, не нужно было никого убивать, значит, мы с вами будем... Мирно-демократии. Ни, значит, мы снова будем убивать. Потому что мы так влаштовані, нас не переробишь. Это такая земля. Тут, тут воно, раз что, тут не бывает тираней, тут завжди буза. И слава Богу. И еще один, две открытки мы для себя сделали, что до Схида и Захида разума, любимо на тему, что чисто наше особистое открыток. Мы никогда не подозрювали, что Квитка Основьяненко в Харкове и Руська Тридця на Галичине были сучасниками. Что люди в разных странах, через кордон, начали делать одно и то же самое, синхронно брать народную культуру и строить на ней основы модерную культуру. Не змовляючи. Это для нас было открытка. А что это доводит? Что процесы в нашем народе идуть одночасно и на Галичине, и на Слабожанщине, и у нас на Півні. Что Украина объединяет не Хрущев и не намальована на мапе кордон. Украину объединять спільные процессы, тектоничный культурный звездок, который потом прорывается в таком виде, а снова таки, процессы над Лукьяненком в Львове и Гайовым в Донецке, и в Узбекистане над Татарами. Одночасно. То есть процессы, а не примхи членов. Таким чином мы сделали очень короткую, абсолютно достоверную с науковой точки зрения, но легко за выкладом и, естественно, такую, что можно запамятать, версию истории Украины. Это, снова таки, не наша особистая версия, мы не историки, мы литератные. Мы взбрали то, что делают историки и сделали эту книгу. Три же про синхронность. Чи уявляете ви, что Довбуш и Гонта одночасно воювали? Ни хто на это никогда не звертает увагу, что властник Калиевщина и наивидомый Апрышкин, это были абсолютно одночасные процессы и повстали. А теперь уявите себе, как могла встать Речь Посполита, если все эти процессы происходят на ее территории, одночасно. То почему она упала? Так вот она и упала. Украинцы повстали. Как кто-то сказал про семейстери, когда он скинул Никола II. Два украинских полка скинули царя. Ну так оно и было. А в 1843 году в Киеве сбудовали наибольшую в Европе фортизю. В Киеве. Кардон Російськой империи тоди был глубоко в Кольщу. В середине, в первой третине 19-го столетия, сбудовали раптом в Киеве велетенскую в Европе фортизю. Навіщо? Дуже просто. Там утримувався каральний контингент для придушення повстань. Потому что 19-е столетие это не Кирилло-Мефодиевская товарица с 12-ми людьми. Это постоянные повстания с десятками тысяч участников. И там есть мафи с кількостью повсталых. Это постоянные повстания, против которых вимушена была Российская империя отримать в Украине 100-тисячный контингент, 150-тисячный контингент окупаційных. Потому что когда говорят, что Россия нас окупирует, мы говорим, ха-ха. У них нет вольных 150-ти тысяч солдат. И денег нет. 50-ти тысяч это карально. Они могут только... А да, плюсы, что это карально. А что, окупаційный контингент кого-то стояли. Когда УПА воевал, 10 лет воевал, УПА в лесе против них, воевали миллион. Потому что в России сейчас миллион, а цены... А півмиллиона. А півмиллиона у них тоже нет. Поэтому они могут как бы налетить, разорить и вернуть. Это единственное, что они фронтально в войну могут сделать. Но не первый раз. Но из Киева осталось переносить не будем. Я думаю, на холм. Хм, если бы поляки холм запропоняли. Назад. Отже, на самом деле наша книжка нас заразила оптимизмом. Потому что от такого, как у всех, погляду на историю, как писал Вениченко, что украинскую историю не нужно читать без броги. Мы сделали качественный стрибок. И наибольший выбор про нашу книжку запамятали на память. Читач сказал, что после этой книжки я пишу, что я в Украине. А тут, до речи, написано, читать без броги. Так. А Лаверди Вениченко. И это было еще до революции. Зараз уже много, кто говорит, пишет, что украина. А вот тогда, просто прочитавши, что было с нашими предками, ты начинаешь пишет, что ты належишь до всей нации. Вот такая работа. Значит, из приемного. Стар цей книжке давали Левко Григорьевич Лукьяненко. Автор акту про незалежность. До речи, зверніть увагу, тоже исторический факт. Левко Григорьевич Лукьяненко огласил войну Радянскому Союзу. Точнее так, идею выхода Украины из склада Радянскому Союзу, когда ему было 25-20-24 лет. Его на этом поймали. И он провел в таборах еще 20 с гаком роков. А потом перемег и став автором акту про незалежность. Понимаете? Одна людина перемогла найбольшую империю света. Він поставил себе задачу, чтобы Украина вышла юридично из Радянского Союза. И через 30 лет сам стал автором акту про незалежность. Это фантастика. Просто это человек, который можно поставить поруч с Кармалюком, Сагайдачным, Шухевичем. Это невероятно. И нам было очень приятно и велика честь, что он погодился давать старт продажу цей книги. Ну и другая людина, которая давала, это первый президент Украины Леонид Кравчук. Оскільки у нас все завершится 91-м роком, то, соответственно, Кравчук взял незалежную Украину. Что дальше было, это уже... Мы с вами сейчас историю делаем. Мы понимаем вам это. Но, тем не менее, они двоих нам давали старт продажу цей книжки. Книжка, соответственно... Это уже другий наклад. На осень будет третий. Мы постоянно над нею працюем, там, дошлифовываем. Деякие моменты туда. Треба лучше разъяснить. Потому что, снова таки, история надто велика речь, чтобы сразу так с первого раза... Ну, например, чего тут немало, пустили нам соромно. Я вам усно расскажу, а потом допишите. Что в 19-му столетии... 19-е столетие вы же знаете. Воно гуманитарное. Шевченко... Кирово-Сольское товариство. Аж целых... Франково. Аж целых там кілька людей. Ну, 150-ти повстанья там никто не помнит. И Чугуевский полк никто не помнит. И Бузькие войска никто не помнит. И Азовские повстанья никто... И Халявный бунтинь никто не помнит. А вот все есть. Но есть еще один очень интересный факт, который называется аристократия с народом. Выясняется, что ездил в Немеччину и проводил переговоры с немецким министром иноземных справ и закордонных справ на тему военно-підтримки Немеччиною повстанья в Украине. То есть, представьте, какой глубины были повстанские процессы. Какие Кирилы Мефодиевские? То есть, мы их страшно любим. Но через кому? Там бы написать, что знаете, там и международная активность была, и планы международного приборканья России. И еще тогда вырабатывали. Просто Украина из субъекта никто не принимает. А воно же все было. И такие дребницы, вот нам сейчас, ну, консультанты там, таки, ну, подштовхую. Например, в первом ведении не было про Киевскую фортецю. Тут уже про Киевскую фортецю. Вот эти дребницы, они очень переакцентуют, особенно это 19-ти столетия. Потому что, ну, на самом деле, горело, и когда Крепасство изменилось с фразой, нужно его изменять сгори, иначе они изменять его снизу, то это они, это украинцы. Потому что ни где там подобных процессов не было. Потому что в России даже были трагичные случаи, люди жрели за Киевскую фортецю, а как же мы жить будем без Барина. Как кто-то генеально написал в фейсбуке, чем украинцы от россиян не признают, потому что украинцы без царя в голове. Это генеальное, короткое формулювание, а жалко, что не мы сформулировали. И не бывает, думаешь, кто же этот гад такой раньше за тебя сформулировал. Мы без царя в голове. И были без царя в голове, и будем без царя в голове. Поэтому мы сьогодни с оптимизмом дивимся на майбутнюю Украину, потому что мы знаем ее историю. И знаем, что Крым мы себе повернем. И, конечно, и когда вопрос, может быть рейк, может быть два, про это можно окременно говорить. Наша задача сегодня – воювать за Донецк. И мы обязательно победим за поруку этого наших дедей и прадедей. Что дальше? Сразу скажу, чтобы не питались про творческие планы. Творческие планы. Нам очень понравилась эта книга. И мы решили сделать точно такую книгу за точно таким принципом, но про украинские традиции и святы. То есть весь Украинский рейк для детей и дорослих, как святывают, звездки взялося, что варить, как в какие игры играть, как руками слово это делать, что там еще у нас, какие песни спевать с нотами. То есть такая, как по истории, точно такая по всех украинских святах. Украинский Новый рейк вот в таком выполнении. Сейчас мы над этим работаем. Если гривня не будет по 25, то на осень. Мы это не друкуем. Сейчас очень активно работаем над этим вопросом. Ну и говорили, что буктрейлер готовый, должен был выйти за 10 хвилин. Вся история, сподіваю, что мы до осенью по Киеве снімемо. И вы будете мать возможность зрозуметь историю Украины за 10 хвилин, а потом вчити ее все жить. И, соответственно, оскільки в Тренополе до осенью мы не з'явим, мы сразу анонсуем, что у нас на осень планируется выход еще двух книжек Виктора Суворова. То есть Кузькина Матя и имя было Тетяна тут мают быть. Сейчас Суворов закончил работу над третьей книжкой трилогии про Хрущева. Облом называется. И обещал нам право первой ночи. Теперь мы первым выдавцем Суворова раньше, чем Москалев. Он нам дает 2 месяца лак, чтобы мы достигли раньше за Москалев випуск. Ну, судячи с политикой Москвы, то там они еще не скоро будут суворовать. Мы с этим используемся и, дасть Бог, на осень представим вам новинки от Виктора Суворова. И выйдет Украинская остальная республика Виктора Суворова. Это такая наиболее полная, грунтовая книга про Другую святую войну. Это начало, с чего все начало с 1918 года 1900 и, соответственно, до того, чем все закинчилось. Дякую. На все. Будьте здоровы. Субтитры подогнал «Симон»!